Добрый день, дорогие абитуриенты, добрый день, выпускники, родители, студенты, добрый день, друзья факультета журналистики. Мне очень приятно открывать сегодня этим видео день открытых дверей на факультете журналистики МГУ, который расположен в прекрасном особняке на Маховой улице в доме 9. Конечно, нам жалко, что мы не встречаемся сегодня с вами очно, не можем пройти по замечательным коридорам этого здания, не можем заглянуть в его исторические аудитории, но я уверена, все беды, невзгоды, которые вызваны пандемией COVID-19, мы преодолеем. И летом, когда вы успешно подадите документы, издадите экзамены, мы с вами увидимся или на зачислении, или на вручении студенческих билетов здесь, на Маховой 9. Сегодня факультет журналистики – это признанный центр журналистского образования не только России, но и всего постсоветского пространства стран Восточной Европы. Журфак сегодня – это самые разные каналы и типы содержания, которые производят. Конечно, это прежде всего журналистика, журналистика, которая традиционно с 19 века выступает частью нашего не только литературного, но и культурного пространства. Но медиа развиваются очень быстро, и кроме журналистики на факультете вы можете научиться телевидению, радио, медиа-коммуникациям. Вы получите навыки создания текстов, вы получите навыки распространения этих текстов. Это, конечно, замечательное место, которое мы любим не только потому, что это прекрасный особняк, но это дает ему совершенно уникальные преимущества здесь, в центре Москвы. Но любимый журфак еще и потому, что у него есть несколько преимуществ, которые отличают нас от многих других журфаков. Это фундаментальное журналистское образование. Но знаете, журналисты, которых некоторые считают дилетантами, это энциклопедисты. Наверное, мы не согласимся с тем, что они дилетанты, потому что выпускники журфака прекрасно комментируют спортивные матчи и дают глубокую финансово-экономическую аналитику. Они выступают культурологами, искусствоведами, при этом они могут быть великолепными международными корреспондентами для телевидения, радио, прессы. Так вот, журфак – это великолепное фундаментальное образование. Кроме фундаментального образования, это, конечно, очень продвинутый технологический и, я даже сказала бы, концептуально технологический продвинутый факультет. Мы все время идем впереди среднего медиапредприятия в России. Уже более 10 лет назад на факультете создан учебный мультимедийный центр, в рамках которого готовятся все учебные материалы, создаваемые студентами факультета. Мы постоянно модернизируем наши учебные планы, и мы не только обновляем название, мы, по сути, перестраиваем систему подготовки и систему обучения. Достаточно вспомнить, что в этом году наша традиционная кафедра периодической печати обрела новое название – цифровой журналистики. И значит, кафедра будет теперь готовить журналистов, способных работать в любых цифровых медиа, которые способны бросить вызов самым продвинутым технологически и рыночно блогерам и инфлюенсерам. Кроме модернизации, конечно, нам надо вспомнить замечательную традицию исследований медиа. Мы очень гордимся тем, что Журфак сегодня признанный центр медиаисследований в российском академическом сообществе. Наши исследования имеют широкий тематический спектр. Мы занимаемся изучением текстов и изучением аудитории. Мы изучаем экономические структуры и политологические влияния медиа на общество. Отдельно мы можем выделить изучение глобальной медиасреды. И здесь мы точно знаем, что изучение разных медиасистем в зарубежных странах и сравнение их с Россией – это уникальная школа, созданная на факультете журналистики еще в 1960-е годы. Хотелось бы отметить и международное сотрудничество. И наши студенты могут поехать как на включенное обучение, так и для краткосрочных стажировок в самые разные, не только страны, но и на разные континенты. От Северной и Южной Америки они могут перебраться в Азию. И здесь, в Европе, мы встречаем тоже наших выпускников. Ну и, конечно, карьера. Карьера, которую делают все выпускники факультета журналистики. Кто-то уходит на телевидение и может похвастаться огромными гонорарами. Кто-то работает в прессе и получает любовь своей аудитории читателей. Наши выпускники работают везде, и, наверное, узнаваемость журфака такая большая еще и потому, что наши выпускники любят вспоминать о том, как они были студентами, как они поднимались по замечательным белым раморным ступенькам нашей великолепной лестницы, как они сидели в этих аудиториях, где будете сидеть вы в следующем году. В общем, журфак обеспечивает и отличное продвижение в карьере. Наверное, самое приятное преимущество журфака, о котором очень нравится нам рассказывать, это атмосфера. Атмосфера не только здания, атмосфера общения между людьми. Журфак открытый, журфак дружелюбный, журфак стимулирует к творчеству. Наши преимущества, конечно, велики, и об этом знают как работодатели в России. В единственном на сегодняшний день рейтинге лучших вузов, которые готовят кадры для медиаиндустрии, мы справедливо занимаем первое место, довольно сильно опережая нашего друга и ближайшего конкурента, достойного очень конкурента, Санкт-Петербургский государственный университет. Мы также входим в число 150 вузов, которые готовят лучшие кадры по журналистике и медиа, медиакоммуникациям, и мы в этом рейтинге закрепились уже давно. Конечно, задача сейчас войти в сотню лучших, и я уверена, что она нам по плечу. Я уже много говорила о выпускниках факультета, но все-таки, наверное, самое простое – включить телевизор или радио, открыть страницы газет или журналов, журналов или просто пойти побродить по просторам интернета. Мы гордимся теми выпускниками, о которых уже говорили, и, конечно, будем гордиться вами, когда вы, успешно поступив, закончите журфак и найдете свое место в профессии и в индустрии. Дорогие абитуриенты, 2022 год готовит для вас множество сюрпризов приемной кампании на журфак. И здесь самой главной инновацией, которая заинтересует многих, станет открытие профиля международная журналистика в рамках направления журналистика. Сегодня потребность в журналистах, понимающих глобальное развитие, анализирующих политику, международные отношения возрастает. Мир становится все более сложным, все более непредсказуемым, неопределенным. Некоторые называют такой мир текучим миром. И вот для того, чтобы зафиксировать для аудитории главные события, объяснить эти события, дать прогноз, требуются профессионалы международной журналистики. Международная журналистика конечно, это подвид, тематическое направление в журналистике, но оно требует специальных навыков. Достаточно сказать, что на международной журналистике будут преподаваться два иностранных языка, много курсов, касающихся страноведения, экономической, политической географии зарубежных стран. Ну и, конечно, будут курсы, которые будут рассказывать о специфике работы людей за границей, о специфике работы зарубежных корреспондентов здесь, в России тоже. Кроме этого, у нас есть и развитие в требованиях к абитуриентам. Для поступления на журфак нужно иметь три ЕГЭ и пройти творческий конкурс. Это в равной степени справедливо как для направления подготовки журналистика, готовящих журналистов, пишущих на внутриполитические темы, ну и для тех, кто будет писать теперь на международные темы, так и для медиакоммуникаторов, студентов, обучающихся по направлению медиакоммуникации. В 2022 году абитуриентов ожидает новшество, которое, возможно, поможет новым заинтересованным в обучении на факультете журналистики школьникам быть успешными студентами. К списку ЕГЭ, которые традиционно включают у нас русскую литературу иностранную для поступления на журналистику, добавляется история. Это значит, вы можете выбрать или иностранную, или историю в качестве третьего ЕГЭ. Для медиакоммуникации развитие такое же. К списку русской литературы, общества знания добавляется история, как опциональной, как возможной при третьем ЕГЭ. Вы можете выбрать или общество знания, или историю. Я должна напомнить, что на факультете журналистики реализуются как бакалавриат, так и магистратура. И у нас в магистратуре тоже большое развитие. В прошлом году мы открыли несколько новых программ в дополнение к традиционным. Для иностранных абитуриентов будет интересно узнать, что у нас действует англоязычная программа Russian Media and Culture in the Global Context, и в этой программе принимают участие зарубежные профессора. Но все преподавание как российскими, так и зарубежными преподавателями ведется на английском языке. У нас открыты программы на вечернем отделении. Это тоже очень важное развитие факультета, потому что многие работающие магистранты, не готовые приходить на лекции утром, для них есть возможность учиться вечером. Напоминаю также, что идет прием в аспирантуру, и аспирантура у нас постоянно становится популярнее, чем прежде. В этом году конкурс достигал трех человек на место, что является своего рода результатом последних десятилетий. На журфаке каждый найдет себе все, что он хочет. Кроме интересных, глубоких, фундаментальных дисциплин, можно делать интересные учебные проекты. Многие студенты выступают с инициативой создания своих творческих проектов в виде отдельных меди или театральных постановок. Отлично чувствует себя волонтерский проект «Маленькая редакция», в рамках которого студенты и молодые преподаватели обучают школьников журналистике. Мы активно сотрудничаем с департаментом образования города Москвы. В рамках этого проекта мы заключили соглашение почти со ста школами Москвы для того, чтобы помогать этим школам реализовывать программы московского правительства «Медиакласс в московской школе». Ну а когда заканчивается учеба, студентам есть чем заняться. Здесь и театральные проекты, и подготовка к ежегодному, который, правда, сейчас пока виртуально существует, балу физиков и лириков. Здесь волонтерская работа в рамках взаимодействия с детскими домами. Наши студенты помогают бездомным животным. И, в общем, просто сидят в кафе, обсуждая новости, придумывая свои интересные проекты. Журфак – прекрасное место, где каждый получит то, что он захочет получить. Вы сделаете карьеру, но не это самое главное. Вы станете прекрасными специалистами, которых ценит страна, которых ценит сообщество. Вы станете не просто лидерами общественного мнения, а своего рода учителями, которые нужны нашей массовой аудитории. Все слушают тех журналистов, которые учились на журфаке и знают. Журфак – прекрасное место, которое определит вашу жизнь на много лет вперед. Поступайте на журфак! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!